Всем привет! Это канал Security и мы с вами начинаем новое прохожение в моде Orwell Blues из Кио Куас на восточном побережье и с западным побережьем. Мы играем теперь новое прохождение, начинаем за Фор Харбор, за жителей Фор Харбора. Итак, для начала нужно нам посмотреть, что у нас по производству. У нас всего одна военная фабрика и производится старое вооружение. Нужно сделать новое. Итак, создаем базовый огнестрел. Начать. Все супер. У нас металл минус 2, но это потом, наверное, возможно как-то... Опа. У нас 4 ячейки исследований, что вообще очень даже много. Будем изучать производство вначале, улучшим. Потом вот это улучшим. Ну, все, что для производства, короче, улучшим для начала. И, в принципе, для исследований тоже в инженерии вот здесь. А потом же там военные технологии пойдем и тому подобное. Ну, начнет сперва вот с этого, с производства. Потом национальный фокус сразу изучим. Первый фокус у нас дар предков. Описания нет, но произойдет событие, что наши предки оставили нам. И там как раз-таки и описание случится. 7 дней делается, так что это быстро делается. Так, у нас тут с самого начала уже есть 10 дивизий, что достаточно много. И есть командир отряда Ален Лей. Наймем его сразу и поставим на границу вот с этими и вот с этими. Так. Я планирую идти по фокусу Алена Ли как раз-таки, где он устраивает революцию в Фор Харборе. Вот вот здесь. Ну, вы увидите, что там произойдет, как это будет выглядеть и что вообще случится. Итак, ладно, начинаем. Ждем 7 дней. Посмотрим, что за событие у нас там случится. Итак, тут не то фокус еще не завершился, но уже случился один фокус. Ну, события уже новые. Итак, Фор Харбор. Выжившие моряки и поселенцы, жившие по всему острову. После натиска тумана, переселившихся на пирс Фор Харбора, вот кем являются жители Фор Харбора. А не крупнейшая фракция на радиоактивных пустошах острова. Мы сделаем Фор Харбор снова великим. Отсылочка к Трампу. Это, короче, в какой-то степени описывает, кто мы вообще такие для тех людей, кто не знает, кто такие жители Фор Харбора. Так, продолжаем. Итак, фокус исследовался у нас, дар предков. И произошло событие, что наши предки оставили нам. Каждое поселение построено усилиями тех, кто пришел раньше. Кто построил жизнь на руинах Фор Харбора. Наша жизнь зависит от того, что оставили нам предки. И так как мы никогда не сможем оплатить им, память о том, откуда мы пришли, поможет нам с уверенностью смотреть в будущее. Наши предки оставили нам чистую воду. Будет получен национальный дух, работающий в водоочиститель, что даст ежедневной поддержке прирост населения плюс 10% и военнообязанное 1%. Наши предки оставили нам оружие. Две военные мастерские и две фабрики. Наши предки оставили нам инструменты. Не знаю даже, что выбрать. Как бы военные мастерские. Ну, фабрики, в принципе, на них можно забить. Они потом так или иначе появятся от захваченных территорий. Военные мастерские тоже в какой-то степени появятся. Но на начальном этапе, как бы, очень бы пригодились две военные мастерские. А вот это наши предки оставили нам чистую воду. Национальный дух то, что измечен прирост и военнообязанное население. Ну, не прям такой супер-пупер бонус, но в целом долгосрочной перспективе. И когда у нас будет много провинции уже, в принципе, это очень нужная штука будет. Ну, так что давайте я возьму, пожалуй, вот эту идею. Так. И вот у нас работающий водоочиститель. Идея добавилась. Еще есть у нас тут идеи. Давайте посмотрим, какие у нас тут вообще идеи есть. Итак, длительное воздействие тумана. Что нам... Ну, это как дебаф, получается, даже не бонус. Ежемесячный прирост населения минус 3%. Фабрики 35% производят. Ну, вот, то есть мы почти строить ничего не можем. Если вообще можем что-то. Поддержку войны плюс 5 зато. Но время на продание войны плюс 200%. То есть мы никому не сможем явить войну. Потом Gold Veins, коллективность, увеличение ресурсов, террор. Ну, это вообще какие-то рандомные какие-то идеи, которые, по сути, не запланированы вообще для этой фракции. Ну, раз есть уж они, так есть, ничего с ними уже не делаешь. Итак, следующий фокус. По прибытии тоже 7 дней произойдет событие, когда мы прибыли. Начать. Так, у нас людских ресурсов вообще ноль. Так что нужно как-то это сейчас восстанавливать. Тем более, что мы тут воевать будем. И с этими, и с этими. Так. По фабрикам что у нас тут? Ой, подождите, не успел. Так, сейчас, секунду. Когда мы прибыли сюда, у нас уже было множество вооружения. Вот оружия нам добавится немного. Ну, прям, ну, как-то компенс, конечно, мало. Не особо. Так что полезно. Вот это вот очень нужно различных ресурсов. И у нас было лишь единственное. Ну, политическая власть, что там, 150, это уж так уж ерунда. Мелочь. Так что выбираем различные ресурсы. И у нас как раз тут с минусом мы уходим. Хотя почему-то минус 2 до сих пор. Ну, может и так. Сейчас просто еще типа не добавилось и добавится. Посмотрим. Итак, следующий фокус. Чем мы станем? 7 дней. Пройдет событие. Чем мы станем? Начать. Так. Убийщий 101. Переживая кризис. Ну, это я уж не буду читать. Там, в других прохождениях я уже читал это все. Кому интересно, можете посмотреть другие прохождения и там выяснить. Так, я хотел фабрику построить. Вот, пожалуйста. Так, окей. Так. Чем мы станем? Наши люди по последнее время все чаще задаются вопросом. Чем мы станем? Кем мы хотим быть? Большинство просят, просто хотят безопасности. Чтобы перестали приходить. Траперы. Чтобы ушли мутанты. Но мы, мы знаем, что без великих амбиций не добьешься ничего. Мы будем могущественными. Будет получен национальный дух в Леониде Тумана. Что-то с временем продавание тройны минус 12%. Ну, это как бы нужная штука в какой-то степени. Но не прям так супер-нужно. Будет, мы будем технологически проняты. Будет получен национальный дух в стремлении к познаниям. Там последнее плюс 10%. Ну, в принципе, нужная штука. Но у нас 4 ячейки, в принципе, есть. Так что не особо так, по-моему, это нужно. И мы будем богаты, алчность и объем в заводской производстве. Вот это, в принципе, нужно. Но я не знаю, может, вот это все-таки взять, чтобы потом по полдня не объявлять войну. Так что, наверное, да, я, пожалуй, вот это возьму. Итак, у нас новая идея. Влияние Тумана. Время на продание войны минус 12%. Так, следующий фокус. Я пока, пожалуй, по историческому пути, наверное, пока не буду идти. Тут немного экономика, что ли, подправлю. Сейчас посмотрю. Где-то людские ресурсы тут где-нибудь есть. А, вот, охрана территории. В принципе, 250 ресурсов. Какой-никакой, но все-таки бонус и людские ресурсы даются. Так что я вот это изучу, а потом уже пойдем по этому. Ну, по историческому фокусу, так скажем. Итак, охрана территорий. Безопасность нашей столицы остается для нас приоритетной задачей. Патрульные значительно повысят безопасность наших границ. Опыт армии плюс 20, людские процедуры плюс 250. 60 дней ждем. Итак, у нас исследуется новый фокус. Давайте теперь пойдем по политической ветке, который мы хотели. Итак, Gambit for Harbour. Будет выполняться 70 дней. Люди начинают задумываться о возвращении земель, потерянных в результате воздействия тумана. Конденсаторы, подаренные нам Акадии, помогают, нужно воспользоваться этим приобретением. Политическая власть плюс 150. Начать. Итак, у нас политическая власть набралась. И нужно ее теперь тратить где-то. Так, военные главнокомандующие армии. Несущие цивилизацию, время продания вины минус 10%. Еще дивизии на национальной терапии. Максимус и плензи. Ну, в принципе, вот это более нужная штука. Но пока сейчас тут можно еще кого-то получше нанять. Давайте посмотрим. Вот атака дивизии и защита дивизии. В принципе, нормально. У нас тут просто в скором времени может война начаться, поэтому вот этого самое то будет. Плюс атака, плюс защита. Самое то. Нормально. Так. Дивизии у нас, в принципе, более-менее нормальные. В принципе, мы можем даже их не обучать. Зачем нам лишние ресурсы пока тратить? Тем более, что их не хватает пехотных. Пехотного снаряжения. Так, поставим побольше заводов, как только они появятся. Ну, у нас тут много чего можем себе позволить, но как бы заводов не хватает на это все. А так, в принципе, мы все могли бы создать. К сожалению, мы это везде только не можем. Так, у нас тут исследование завершено. Импровизированные инструменты в промышленности. Я думаю, пойти в мотопехоту, наверное, изучить ее получше, чтобы они стали. И, в принципе, они же быстрее. Поэтому я, наверное, их буду изучать. Потом дальше пойду, моторизировать их буду и все остальное. Чтобы у меня была сильная моторизированная пехота. Так, гаммит Фор Харбор у нас завершился. Теперь следующий фокус прибытии чужеземцев. В порт Фор Харбора прибыл неизвестный корабль. Оттуда вышел человек, который утверждает, что прибыл в Содру, что его взяли временно под стражу, и не совсем понятно, что с ним делать. Многие жители Фор Харбора восприняли новость, о чём чужеземца негативно, и начинают поднимать оплачение по всему Фор Харбору. 70 дней. Начайте. Ну, мы знаем, что это за чужеземец. Это наш выходец из убежища 111, который в Содружестве должен быть где-то вот здесь. А вот, подождите, падение не видно, но это срать вообще. Вот, убежище 101. Вот он из этого убежища прорвался. У нас тут минтмена расширились, накованных. А, нет, подождите, они рейдеров Джареда захватили. Да, да, да. Так, что тут вообще в Содружестве? Ой, в Содружестве. На Восточном побережье находится так. Ну, пока особо без изменений. Столичная Браса Стали тоже немного расширила, кто захотел. Ну, и окрестные земли от Мамориала Джефферсон, Восточный Вашингтон. А так, в принципе, тут в целом без изменений пока всё. На Западном что-то творится. Ну, такие небольшие конфликты есть, но особо тоже без изменений. Так, у нас 301 политической власти. Нужно её на что-то истратить. Давайте посмотрим, что можно ещё. А, вот, теоретика может, в принципе, приобрести. Применение сухопутных доктрин снижается. Так. Вот, пожалуйста, ещё 215 у нас военно-политической власти есть. На что ещё тут можно постараться? Что тут есть полезное? Во, эффективность ресурсов. Подождите, а тут на людские ресурсы есть что-нибудь? Так, на людские ресурсы ничего нет. Тогда вот, караван и торгует сделаем. Всё отлично. А, у нас ещё 100 есть. Ещё можно кого-то... Ну, давайте вот это, которое я хотел. А, я вот это хотел. Ну, давайте сразу этого сделаю. Какая разница уж? Особо нету. Так, у нас новые исследования тут сделались. Надо их на что-то поставить. Так, боевой язык. Тренировка солдат. И, пожалуй, пожалуй... Можно дополнительные снаряжения, но они пока не производятся. Хотя у нас мотоцикла тоже нету. Ну, просто когда будет возможность их производить, чтобы сразу уже были сильные, а не опять потом там время тратить на их улучшение. Так что вот пока так. Ну, а там посмотрим, как будет развиваться событие. Итак, национальный фокус изучим. Изучим прибытие чужихов. Теперь мы пойдём по фокусам революции в Фор Харборе. Итак, убийство чужеземца. Под покровом ночи было совершено убийство. Кто-то незаметно проник в место заключения недавно прибывшего чужеземца. Перебил всю охрану, а также и самого чужеземца. Капитан Эйвери пообещал наказать виновника этого события и сделать всё возможное, чтобы найти его. Будет получен национальный дух банда Фарфилд, что даст еженедневную поддержку правительства 0.05. И политическая власть изменится на плюс 60. Начать. Так, туманные заглоты объявляют войну государству-суперметанты Вим. Вот они тут, война у них началась. Видимо, ядер мир, церковь детей атома, решили пойти по пути контролю над туманными заглотами. И как бы и туманные заглоты, вместо них тут будут везде воевать, во всех войнах. Но это при том случае, что они всё-таки смогут одолеть супермутантов. Потому что я видел, как они проигрывали именно супермутантам. А церковь детей атомы у них по фокусам просто не прописано помочь этим туманным заглотам. И поэтому туманные заглоты проигрывают просто-напросто. Кстати, можно было бы, в принципе, изменить, сделать им дополнение какой-то фокус, то что этими... Ну, вот то есть, что туманные заглоты воюют с супермутантом Вим, тогда они могут, типа, войну объявить супермутантом Вим тоже. Чтобы они точно выиграли, а не проигрывали раз за разом. Примерно процентов 90 случаев они, ну, туманные заглоты, всё-таки проигрывают супермутантом этим. Поэтому надо что-то менять, я так думаю. Так, у нас политическая власть добавилась. Что тут можно добавить? Эксперт по экономике, он, пожалуй, не нужно. Вот давайте здесь кого-нибудь изменим. А, о, человек общины. А, о, о, главный доктор. Война обязана, население выучивается. Там как раз людские ресурсы не хватают. Так или иначе, надо искать все способы, чтобы поднять это. Так, исследуем. Сухопутную доктильную изучим, а то мы что-то особо ничего не изучаем. Военные планы. Ой, у нас тут массовая война, надо было там другого взять, который на массовую войну был. Полководец-то у нас тут. Вот он. Массовая война плюс 15%, а тут просто плюс 10. Ну, потом я, наверное, изменю это. Ну, пока так уж пускай остается. Тут уже ничего не поделаешь. Так, братца Стали высаживается в Нью-Йорке. Любопытно. Давайте посмотрим, что там у нас турится. Так, братца Стали высадилась, но Анклав еще не собирается, походу, его высаживаться. Ну, рано или поздно все равно высадится. Он не заставит себя долго ждать. Так, следующий фокус. Таинственные исчезновения. После таинственного убийства всей стражи, охранявших чужеземцев, Фор Харбор заплеснула волна не менее таинственных исчезновений. Преимущественно исчезают руководители Фор Харбора. Капитан Эйвери вновь обещает разобраться во всем этом. Но пока ей это не удается. Через 70 дней быть готово. Окей. И давайте, в общем, на этом закончим эту серию. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Подождите. Запутался. Ставьте, ой, пишите комментарии. Буду ждать. Отвечу на любые комментарии. Если они положительного характера. Ну, или просто не имеют нецензурную брань. Если понравится этот... Ну, ладно. Всем до встречи, всем пока. Ждите новую серию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!